Приветствую всех на своём канале, вторая часть. Говорим про депрессию, да, в биполярном расстройстве личности. Хорошо, кстати, что я снимаю ещё одну часть. Сейчас я вам дочитаю, поясню, ещё расскажу, у кого это вообще вот тоже из известных личностей было. Итак, я закончила на суицидальной тенденции, то есть человек хочет покончить жизнь самоубийством и расстройство аппетита. Вот, знаете, сейчас сразу хочу пояснить, вот иногда вот эти вот депрессии, она может быть, ну, допустим, даже у таких людей здоровых, казалось бы, произошло какое-то событие у человека или человек болен, но не больше там двух-трёх дней либо недели. Если уже дольше, то нужно обращаться к врачу. Почему? Потому что это уже состояние будет... Вот, смотрите, вот даже судить, ну, больничные вам там могут дать на неделю-полторы, да, если вот, допустим, произошло какое-то событие, ну, просто, не знаю, там, ну, смерть близкого человека. Естественно, у человека будет депрессия, если там была любовь, да, человек... Бывает, даже многим нужно обратиться действительно, ну, к психиатру, даже не к психотерапевту, потому что настолько серьёзно, да, всё, допустим, там такие чувства были, либо человек вообще в зависимости очень был от этого человека. Ещё раз говорю, всё познаётся в сравнении. То есть вот как я про все расстройства предыдущие говорила, про все эти тревожные состояния, это тоже ненормально, да, мы как говорили, что человек подходит или про утюг там вспоминает, или вот пошёл, даже на работу не пошёл, весь день ходит и проверяет двери, закрыл ли он дверь, ещё раз вернулся, закрыл ли он дверь. То есть это происходит вообще в течение даже, может быть, часа. То есть тут уже стоит задуматься о том, что всё, ну, кукушка поехала, как говорится. Почему вот, кстати, если вот кто-то смотрит, да, это и думает, вот грешно смеяться с больными людьми, надо жить вообще стараться с юмором. То есть какие-то вот происходят события, вот без юмора нам вообще никуда. Слишком серьёзные люди меня вообще пугают. Я ни в коем случае не обсмеиваю, если, допустим, кто-то болен и что-то прочитал, да, я вообще это всё к тому, чтобы просто помочь людям. И ещё раз повторяю, подписываемся, пожалуйста, на канал, ставим пальчики вверх, комментируем. Если не будет вот этой ответной реакции, я не наберу, вот, допустим, в ближайшее время, сколько у меня уже, ну, допустим, к зиме будет полтора года канал, хотя бы тысячу, я думаю, что мне не стоит, в общем, этим заниматься. Старые видео останутся, новых не будет. Немножко будут только расклады таро. Ну, потому что я вообще не считаю нужным, как меня спросил муж сегодня, у тебя вообще монетизация-то произошла, ты вообще прибыль хоть какую-то получаешь от своего канала? Я говорю, нет, это вроде вкладывание в будущее. Ну, вот именно вот от канала я вообще не имею. Естественно, это реклама меня самой, но, в общем, вот это всё я хочу, чтобы вы были благодарны за мою работу, потому что это очень большой труд даже снять видео. Итак, Ван Гог был пип-пип-пип.